Добрый день всем моим подписчикам! Добрый день, мои девчонки! Опять девчата сделала кофеёк. Пока я его попью, хочу с вами поговорить. Встала утром, вышла на балкончик, я же на пенсии, и у меня в окошке вот такое вот солнце! Как оно меня греет! Как тепло от этих окон! Я не могу нарадоваться, девчата! Вышла на балкон, думаю, засниму вам немножко видео, кусочек видео. Вот это и есть жизнь на пенсии. Если мне вчера задавали вопрос, как бы не упасть в депрессию, мужа нету, дети за границей далеко, я на пенсии, подружек близких нету, как бы не упасть в депрессию. Я постараюсь сделать видео, вот как я себе планирую пенсионный день, жизнь на пенсии. Я ленивая, мне там предлагают, да, вы сходите на фитнес. Есть у нас на каждом углу эти фитнесы, у нас несколько теплых бассейнов, у нас есть танцы для взрослых, у нас всё вот это есть. Я никуда ходить не буду. Я так набегалась 42 года туда-сюда, туда-сюда по дорогам, что мне сейчас, не знаю, может быть, я потом созрею. Но пока мне очень хорошо сидится дома. Моё движение, какое, девчата? Я хожу в садик за Сашкой и обратно. Вот это 7 тысяч шагов. Я 10 тысяч минимум в день тоже их делаю. Даже спуститься на первый этаж, подняться на второй этаж. Я в каждый раз, когда я туда спускаюсь, я двигаюсь. Я бегаю по лестнице, я бегаю вверх, я бегаю вниз. Ещё у меня одна подписчица дала мне такой сайт, где ходьба на месте. Она не совсем на месте. 2-3 шага вперёд, 2-3 шага назад. Дёргаем ногами в сторону и руками тоже двигаемся для того, чтобы немножко растянуть свои мышцы. Для того, чтобы немножко вот эти вот не застыли наши кости. Я это делаю. Вот на это мне хватает утром терпения. Больше я. Какие фитнесы? О чём вы говорите? Нет, это не для меня. Мне хватает прогулки вот в садик и обратно хожу пешком. Девчата, попью только с вами кофеёк. У меня сегодня недлинное будет видео, у меня будет короткое видео. Я вчера начала менять постельное бельё. Потом поменяла просто, не думаю, а зачем я его меняю. Я лучше его поменяю завтра. Сделаю видео и вот только попьём мой кофе и идём, девчата, в мою спальню. Я вам там покажу одиало. Было много комментариев, где пишут, покажите, дайте совет, какое лучше одиало. Я вам покажу своё, я покажу мои подушки, наперники, которые мне их поменяли. И вы потом сделаете себе вывод, нужны вам такие подушки или нет. Надо их чистить или вам лучше купить синтетические. Мне там говорили, что аллергия от пуха. Я предпочитаю натуральный пух. Я всё натуральное, мне нравится всё натуральное. Я ещё в советских времён, у меня мозги ещё вот такие вот старые, устаревшие, что самое хорошее – это натуральное. Хоть у меня бронхит астматический, у меня я задыхаюсь от шерсти, от животных, но не очень. Я бы не сказала, вот у меня был Симба, и я не скажу, что у меня в каждый день был приступ. Нет, я старалась, чтобы он не спал со мной в постели, чтобы его там шерсти не было, я это и не люблю. Но гладить его сидел со мной в кресле – нормально, нормально, девчата. Я люблю пух. И вы сделаете себе вывод, вам надо такое или не надо. Сделаю видео, как жить, вот я уже начала, как жить на пенсии. Я сделаю, я подумаю хорошо. Вот я не буду читать в интернете, я не буду вычитывать какие-то статьи, как жить на пенсии. Я просто буду анализировать, как я живу, и буду вам рассказывать. Если вам подходит вот этот мой ритм жизни, тогда и вы так же живите, как я. Я как-то уже расслабилась. Если я раньше экономила каждую минуту, каждый час, то я сейчас очень сильно расслабилась, девчонки. Я получаю удовольствие от того, что у меня дорогу. Даже если они далеко. Вот, я их вижу по скайпу, я их слышу по телефону. Лучше в ближний раз мы туда поедем, к ним. Они редко приезжают, потому что у них есть работа. А если мы на пенсии, мы можем просто сесть на самолет и полететь туда. А почему убираю, когда билеты по 25 евро? Когда они дешевые. Я планирую, я на пенсии. Я могу улететь туда в любой момент. И я беру себе за месяц, полтора, два билеты. И туда и обратно 50 евро. Любая из нас может выкроить из пенсии. И пока вы там побудете 2-3 недели, а некоторые могут и месяц остаться. Вот вам ваша пенсия на билеты, на дорогу. И дети вас там все равно прокормят, потому что вы будете в гостях. Так что, как говорила королишка, я еще раз повторяюсь. Ты получай удовольствие от того, что ты можешь сесть на самолет. Что ты бываешь в аэропорту. Что ты можешь общаться с людьми. Ты чувствуешь себя человеком. Ты одеваешься красиво. Берешь вот этот чемоданчик на роликах. И ты вот едешь в аэропорт. Очень многие пенсионерки, которые не могут тебе это позволить. Или, елки-палки, не имеют куда ехать. А если вы имеете куда ехать, то это вообще прекрасно. Сядьте, да поедьте к детям в гости. Потом, соберите еще 3-4 месяца. Сядьте, купите какую-то дешевую путевку. All inclusive. Я только так предлагаю вам отдыхать. Нам на пенсии. Поезжайте на море. Вот когда я поехала на море, у меня сколько было просмотров. Я имела там что снимать. Сейчас сижу дома. Просмотры упали. Люди мои старые видео не смотрят. Посмотрите мои старые видео. Если у кого-то появилась какая-то семейная проблема с мужчиной. Там же у меня в видео абсолютно разные ситуации отношений между мужчиной и женщиной. Отношений с детьми. Все вот эти вот жизненные вот такие вот ситуации. Просмотрите мои старые видео. Вы там найдете ответ на ваши любые ответы. Любые вопросы. Девчата, переходим на мою спальню. Не на мою спальню, а в мою спальню. Вот молдаванка. Вот ошивается. Вы меня простите. Русский это не мой родной. И я сегодня собираюсь поменять постельное бельё. И хочу вам показать моё одиало. Потому что многие спрашивали. Покажите ваше одиало. Девчата, я купила в скандинавском магазине. Юск, по-моему, называется. Он есть везде во всех странах. Но у вас тоже такие продаются сто процентов. Потому что есть разные фирмы. Сейчас я постараюсь вытащить. Тут у меня постельное бельё. Тираспольское. И одиало очень большое. А вот эта вот дырочка маленькая. И очень тяжело снимать. И заправлять это одиало. Это уходит в стирку. И вот моё одиало. И вот моё одиало, девчата. Вот оно вот такое вот огромнейшее. И когда я хочу, чтобы оно было вот такое вот воздушное, только вот так вот спряхиваю. И это просто становится чудом. Что ещё, девчата? Что меня спасает вот сейчас, когда холодно в доме? Ну, сегодня тепло, потому что на улице 19 градусов. И солнышко с самого утра. Девчата, у меня вот тут зелёного цвета электропростынь. Вот тут два положения. Первое, второе. И я вам говорю, что я не пользуюсь, я не лежу на простыне, когда простынь работает. Хотя говорят, что это не вредно. Но я не лежу. Я, когда вот знаю, что уже сейчас буду ложиться за полчаса, я включаю на двойки. Это такая вот прямо горяченькая. И подогреваю себе постель и свою кровать. Девчата, и я туда, когда ныряю вот под это пуховое одиало, я просто как на лежанке. Вы помните, что это такое лежанка? Когда вот как русская печь, просто там как топчан такой, как кровать. Вот мои подушки, которые я в этом году сделала. Мне очень нравится, что они не так сильно набиты. Они такие вот воздушные. Единственное, что мне не нравится, что тут вот такой вот цветной наперник. Но зато он ничего не пропускает. Я просто поменяла вчера вечером. Потому что, не знаю, просто начала менять, а потом думаю, что я меняю на вечер, когда утром я успею всё вот это сделать, и заодно и девчатам сниму видео с моими подушками, да, с моим одиалом. Вот поэтому я и оставила. Девчонки, если вы где-то тут, недалеко, недалеко от меня, Молдавия, Украина, я не знаю, может куда-то ещё увозят. Тираспольское бельё очень хорошее. 25 евро стоит, девчата. Или 450-500 лей. Это евро стандарт. Его, конечно, надо гладить. Но я с удовольствием глажу. Ставлю гладилку и быстренько всё это выглаживаю. Это всё решается. Тем более, что я сижу дома, что мне ещё делать. Некоторые одевают прямо наволочку вот так вот, выворачивают на эту, на подушку. Я всю жизнь делаю так. Мне так более удобно. Девчата, если вы, вам холодно где-то, если у вас вот такая грелка будет, простая грелка на зиму, да вы, в доме может и не быть отопления. Ну, конечно, я буду подключать, что там говорить. Я буду включать. Часть плюс 19 на улице. Какое тепло. А потом я буду подключать, конечно. Нам обещают очень большие субсидии. Не знаю, все оформляют. Я пока не оформляю, потому что у меня... Я паспорт делаю. Я меняю сейчас паспорт. Я его получу только 13 ноября. И только тогда... А, вот моя постелька. С этой стороны розовая. С такими звездочками. Девчата, красивыми, как наволочки. А с другой стороны, вот серенькое. Мне так оно нравится. Вообще, мне терраспольское белье очень нравится. Вот уже надо спихнуть вот это одеало обратно. Но какая это прелесть. Девчата, я так много лет хотела. У меня было, но более тонкое. А вот такое вот, чтобы... Такое плотное и теплое. И тут кило двести пуха. Вы себе представляете? Два на два двадцать. По-моему, так. Или два двадцать на два сорок. Ну, конечно, под одеяльник одевать никто не любит. Я это не люблю. Страшно. Страшно. Не люблю всю жизнь. Но я это делаю, потому что кто мне еще будет делать? И постелька двухсторонняя. Так классно. Хочу розовым цветом. Если не хочу розовым, переворачиваю на серый. Но вообще-то я всегда оставляю серым сверху. Потому что подушки розовые и под одеяльник серенький. Вот такой вот. Решила прямо с самого утра вам заснять видео. Пока искупалась с утра, я вечером мажу свою грудь. Вы знаете, это называется... Вот пока я не забыла. Про дже-сто-джел. Про дже-сто-джел. Вот такой вот мне дал онколог помазать свою грудь. Ну, у нас мамолога нет. Есть онколог мамолог. И он мне дал мазать целый месяц. Я вечером мажу и утром просыпаюсь. И купаюсь каждое утро. Потому что эту гель надо смывать. Вечером на чистую грудь надо опять накладывать. Ой, блин. Как мне не нравится одевать это одеяло. Да ещё в такую маленькую дырочку. Я забыла показать, девчата, насколько вот тут швы даже. Посмотрите, ткань. Это такой напергик хороший. И швы вот с таким вот бортиком. Мне так нравятся вот эти швы. А ткань 3D что ли. Самая плотная, чтобы пух не выходил. И ещё у меня тут серый пух. Если кому-то это понадобится, девчата, говорят, белый пух, он быстрее сыпется. Он весь ломается. Вот и делается как вообще пыль. Вот такая вот пыль. И не знаю, белый пух, говорят, хуже, потому что превращается в пыль. Этот серый пух от серой немой утки, вот от дикой утки, он лучше. Вот мне так объяснили в магазине. Потому что у меня была возможность или с белым пухом купить, или с серым пухом. Вот так. О-ля-ля! Наша постелька уже поменена. Вот так. Девчата, я тогда с вами кофе свой не допила, решила пойти заснять дальше, я увлеклась съёмкой. И решила дальше с вами допить кофеёк и просто попрощаться. Девчонки, начинайте собирать деньги задолго до вашей пенсии. Собирайте себе на всё. И вы посмотрите, когда придёт ваша пенсия, и у вас будет, и квартира отремонтирована, и деньги какие-то на книжке у вас там будут лежать, и всё вот вы себе купите, чтобы тёплая постелька, хорошие вещи. Тогда на одной пенсии, вы знаете, как классно выживать? Всё равно мы выживаем. Я не знаю, я на своих с пенсии могу выжить в этой Молдавии. Конечно, для того, чтобы платить тепло, я должна зарабатывать другие деньги. Но каждый постарался, и мы не помрём. Мы всё равно постарались, чтобы у нас жизнь немножко была сладенькой. Девчата, как всегда, с вами Марина. Я вас, Тёмка, и я вас обожаю. Пока-пока.